Как к воспитанию ребенка относится? Допустим, есть породы лошадей, если ты упал, выпал из седла и так далее, они убегают, их не остановишь. А кабардинская лошадь не оставит никогда своего хозяина. Вот я сам, вот когда его объезжал, было несколько случаев, он, даже если ты упал из седла, он пробежит там какой-то расстояние, остановится и стоит, ждет. А еще приучали раненых, допустим, вывозить во время Первой мировой войны, дикая дивизия, когда воевала, часто описывается на Западном фронте, кто-то ранен, лошадь подходит. Специально там ее приучали, плетью там, ногу трогают в одном месте, она садится сначала на колени, потом ложится и ждет, когда хозяин раненый заползет на седло. Когда он заползет, она встает и выносит с поля боя. Это специально тренировали. Ну понятно, тренировки специально. На свадьбах специально стреляли над головой, с пистолета, с ружей, прям над ухом. И, допустим, в засаде, когда сидели, лошадь вот ложилась, и она вот как человек не выдавала ни ржания, ничем спокойно лежала, а ружье вот так могли положить, как на сошку, на голову, и стрелять прям с него могли. Она не пугалась, да, она спокойно лежала, не вскакивала. То есть это все тренинг, она тренингу очень хорошо поддается. Допустим, вот в цирке джигитовку, которую делают, часто любят кабардинских лошадей использовать джигитовки. Даже вот в Испании, в Португалии там есть одна женщина Тераадор, единственная в истории женщина Тераадор. У нее, как бы, она родом с России, кабардинские корни у нее есть у этой женщины. Она вот тоже использует кабардинскую лошадь. Эта лошадь, она и выносливая, и резвая, и она одинаково себя хорошо чувствует и в горах, и на равнине. И у нее боевой характер, она для войны создана. То есть она не боится выстрелов, шума. Она интеллектуально развита, она вот в критической ситуации, она знает, как себя вести. И даже ее приучают к тому, что во время боя она тоже принимает участие. Она специальные были упражнения, игры, конные, когда лошадь Шибгаруа называлась. Лошадь приучали сбивать противника, она вот грудью сбивала в бок, короче. И когда человек показал бок противника, он уже уязвим. Или сбивали просто вообще. Она и копытами могла бить, и кусать, и так далее. И она не боялась выстрелов, она очень выдержанная. То есть у нее психика устойчивая, она не нервная, она не пугливая. Чуткая очень. Уши ночью, когда едешь, просто вот в старину наездники, когда походы совершали военные, они вот за ушами следили. Она очень чуткая. Если она чувствует опасность, она сразу дает знать. Ушами дает знать. Ушами, да, она поводит. Да, да, да.